Здравствуйте, дорогие товарищи! Отчего на самом деле разрушаются зубы? О чем молчат стоматологи? Сахар и бактерии во рту не вредны для зубов. Почему же зубы теряют минералы? Если вы хотите иметь здоровые зубы, не испортить их, как и своим детям и внукам, пока они еще молодые, у них есть на это шанс, слушайте это видео внимательно, потом пересмотрите, законспектируйте и обязательно перешлите своим друзьям, близким, знакомым. Все мы слышали от врачей и рекламы отовсюду, что бактерии во рту являются причинами кариеса, а размножаются они более всего от углеводов, особенно сладкого и прилипшей к зубам пищи. И потому надо после каждого приема пищи чистить зубы зубной пастой, да еще с фтором, чтобы убить бактерии и убрать разрушительные кислоты из полости рта. А это неправда, вернее, неправда в причинах. Почему? Сейчас вы все поймете сами, не веря мне. Давайте логически мыслить, имея факты. Слушайте их внимательно. Итак, сахар антибактериален. 20% раствор сахара в воде убивает почти все бактерии. Почему? Тоже варенье или даже пятиминутки долго хранятся. А вот потому. Но от сахара зубы разрушаются, правда? Да. Почему? И есть ли тут противоречия? Нет, их нет. Тут есть непонимание и недосказанность. Но об этом немного позже. В начале я опишу вам процесс, как разрушаются зубы. Вы должны это знать. То, что бактерии во рту выделяют кислоты, которые разрушают эмаль, это правда. Но лишь отчасти. Если скорость разрушения превалирует на скорость ее восстановления эмали, тогда и появляется кариес, и зуб начинает разрушаться. А разве эмаль восстанавливается? Да, самим организмом. И как быть с теми немногими, у кого зубы до конца своих дней остаются без кариеса? Таких людей раньше было больше, теперь единицы, но они были. Например, один из моих двух дедов, он не имел ни одной дырки до самой своей смерти, а прошел две войны, вел не совсем здоровый образ жизни, мог согнуть гвозди зубами. Эмаль у него не повреждалась. Вам надо знать следующее, и главное, что эмаль обновляется и может укрепляться, пока зуб живой. Что это значит? Дело в том, что внутри зуба есть канальцы, через которые внутри зуба циркулирует лимфа. Почему это надо знать? Вот почему. В 1883 году доктор Миллер создал, разработал теорию разрушения эмали зубов. Он помещал удаленный зуб в среду слюны и хлеба, и наблюдал появление повреждения, растворения эмали. Он понял, что кислоты, выделяемые размножающимися бактериями, в среде, богатые питательными для них веществами, и разрушают щелочную защиту, то есть эмаль. Он понял, что бактерии в этом деле участвуют, но вот что наука убрала, скрыла из его учения, это то, что защита зуба от внешней среды и разрушение зубной ткани заключается в плотности зубной ткани, а врачи говорят, что только бактерии являются причинами разрушения зубов. И получается, что кариес не связан с питанием, кроме гигиены полустирта, а это обман. По сути, заговор. Вся современная стоматология базируется на его трудах, правда, в искаженном виде, выгодном стоматологической индустрии. То есть стоматологи убрали из трудов Меллера самое главное, а именно первопричину образования кариеса. Он знал, что крепкий, живой зуб во рту не может разрушаться в отличие от мертвого, и самое главное то, что зуб начинает повреждаться, когда в него перестают поступать в достаточном количестве минеральные соли. Вот только тогда кислоты, выделяемые бактериями, смогут разрушить ослабевшую, истонченную уже к тому времени эмаль зуба. То есть вначале зуб теряет минералы, то есть защиту, а только затем он повреждается кислотами бактерий. Понимаете, в чем подвох? Это по сути как в том мультфильме «казнить нельзя помиловать», где поставить запятую, а смысл меняется на противоположный. Так и в данном случае практически то же самое. Зубы теряют минералы из-за неправильного питания, и только во вторую очередь из-за несоблюдения правил гигиены, что тоже вполне разумно и правильно. Понимаете, что знать причины и первопричины любых болезней, любых проблем важно и нужно? А мои лекции это и дают во всех областях биологии и медицины. Потому я рекомендую подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, активировать колокольчик, иначе не будете получать уведомления, и выбрать уведомления по всем видео. Итак, крепкий зуб не может разрушаться. Это постулат. И это стоматологи или не поняли, или забыли после института, или специально умалчивают. Напишите, что вы об этом думаете в комментарии под этим видео. Ну а теперь самое главное. Как же минералы физически, что называется, поступают в эмаль? Как обновляется эмаль? И расскажу я это предельно коротко и предельно понятно. Самым простым и доступным языком. Итак, через всю зубную ткань, от пульпы, где проходят кровеносные сосуды, артериальные и венозные, и обратно циркулирует дентальная жидкость, или дентальная лимфа, которая является частью общей лимфатической системы организма. Смотрите мое видео о лимфе. Она и поставляет все необходимые минералы и другие нужные вещества ко всем клеткам дентина и эмали зуба. Она, это дентальная жидкость, и несет специальную восстанавливающую субстанцию, некий клейкий раствор с минералами и другими веществами, и движется она по дентинным канальцам, трубочкам, наружу, в сторону эмали, к эмали. А паротин слюны, есть такое вещество, выработку которого контролирует гипоталамус, участок головного мозга, стимулирует движение дентальной лимфы. И вот эта жидкость очищает зубную ткань и ремонтирует, обновляет эмаль, и более того, укрепляет дентин. Кстати, знайте, что дентин, это первичная ткань зубов, она тверже кости ног и рук, а эмаль еще тверже дентина и состоит из кальция. Кальция в организме почти всегда больше, чем нужно. И проблема питания не в том, что кальция не хватает, врачи советуют пить чуть ли не таблетки с кальцием, причем каким, неорганическим, ужас. А в том проблема, что не хватает витамина D3, который проводит этот кальций в костную ткань для его усвоения там, в том числе в дентин. И дефицит витамина К2, а об этом еще меньше кто знает, который удерживает в тканях этот кальций. Вот главная роль витамина К2. Запомните это и передайте другим. Итак, D3 плюс К2. И не нужно есть творог и пить молоко, чтобы зубы были крепкие. Будет, как правило, обратное. Из-за огромного расхода того же кальция и других щелочных минералов, растрачиваемых организмом на реакцию нейтрализации закисляющего воздействия белка молока козеина. А это сильный закислитель. А вот периодически сдавать анализы на D3 и витамин К2 надо, а лучше, и это в любом случае необходимо, принимать эти витамины. Но только органически, не синтетически. Ссылку на это масло 4 в 1 с D3, К2, Омега-3 жирными кислотами. И я оставлю вам под этим видео, как и на мое главное видео о молоке. И ссылку на мое видео про клыки для интереса и для смеха я вам тоже оставлю. Обязательно и по многим-многим причинам потребляйте витамин D3. Он сейчас у всех в дефиците. Ссылку на видео о D3 и К2 я тоже под видео оставлю. Ну, а их потребность, то есть организм, вы почувствовать не сможете, а только сможете видеть, наблюдать негативные последствия их дефицита. Потому отнеситесь к этому предельно внимательно. Да, и еще. Июньское сливочное масло, которое можно заморозить и хранить, содержит максимальное количество витамина D3 и К2. Ну, настолько максимальное, насколько вообще может масло в себе содержать. А дефицит витамина D3 не только приводит к разрушению зубов, ну и скелета вообще, но и к нарушению обмена веществ, а в самых тяжелых случаях и к рахиту. Вы думаете, рахит это только кривые ноги и искривленный позвоночник? Не только. Это еще и кривые зубы и деформированные челюсти с неправильным расстоянием между зубов. И формируется это с детства. А вы кормите детей конфетами, тортиками, считая, что это и есть счастливое детство, и вы так любите своих детей. А ведь алкоголики тоже счастливы от глотка водки. По-своему. У них даже улыбка лица расплывается. Понимаете аналогию? Она абсолютная. Мнимое наслаждение ребенка, ложные радости, самообман родителей. Не убивайте своих детей. А вот на потреблении в рационе питания сахара, глюкозы, фруктозы, гипоталамус прекращает стимулировать выделение околоушными слюными железами паротина, который помогает циркуляции, восстанавливающей зубную эмаль дентальной жидкости, что приводит к истончению и повреждению эмали и развитию кариеса, то есть к разрушению дентина зубов. Так как же сделать зубы крепкими? В принципе, вы уже должны были понять многое. Но давайте подведем итог. Кому-то повезло в том, что у него здоровые и очень продуктивные околоушные слюные железы. Ну, как у моего деда были. Но это единицы. Кстати, сласти он не ел. Гигиена полости рта, это нужно, важно и понятно. Кстати, у меня вышло уже два видео, в том числе там сказанные про то, как сделать идеальную зубную пасту своими руками, не вредную, без химии, и даже как вырастить новые зубы. Да-да, не возмущайтесь шокирующему для кого-то сведению. Это тоже факт, это возможно, ведь есть же люди, у которых зубы вырастали в третий раз, да? Посмотрите это в моих видео, я оставлю ссылки. Убрать сладкое, сахара из рациона питания очень важно. Сахар вызывает воспаление всех кровеносных сосудов и других тканей, в том числе пульпы зубов. Если в рационе питания или при плохом усвоении этих веществ есть дефицит кальция, что еще важнее, магния, железа, марганца, медиа и кремния, то движение жидкости подентинным канальцем ухудшается, и ремонт зубной эмали идет хуже. Блокируют всасывание этих минералов в кровь из кишечника. Фитиновая кислота, содержащаяся во многих крупах, зерне, бобовых и орехах. Но фитиновую кислоту можно удалить из зерна. Посмотрите мое видео о фитиновой кислоте и о пшене о все полби и чечевицы. Что же делать? Не есть злаки и все, о чем я говорил? Ну, это один из вариантов. Но есть еще один. Принимайте фульвовую кислоту с цинком. Она поможет бороться с блокирующей усвоению минерала фитиновой кислотой. Точнее, с плохим всасыванием минералов из-за воздействия фитиновой кислоты. А фульвовая, только не путайте с фолиевой кислотой витамином В9. Так вот, фульвовая кислота позволяет увеличить всасывание питательных веществ, минералов, в том числе, во много раз. То есть, усвоение минералов. И это только одна из четырех ее уникальных свойств. Я советую вам узнать о всех свойствах фульвовой кислоты из моего видео о ней. Под этим видео я оставлю ссылку. Также фитиновая кислота снижает прием потребления достаточного количества витамина С, примерно около 1 грамма в сутки. По крайней мере, по отношению к железу. Справка. При дефиците витамина С не только в крайнем своем проявлении может быть цинга и выпадение зубов, но и мышцы не будут расти, как бы вы их не качали. А вообще, у витамина С очень много важных функций. Захотите познать все? Посмотрите 2-3 моих видео о нем. Кстати, безопасная зубная паста без павов и других ядов, не говоря о шафторе и другой гадости, и уникальный, полезный зубной порошок, который мы производим из стеблей льна, вы можете купить, перейдя по ссылке под этим видео. Ну а сахар действительно разрушает зубы и не только напрямую, но и главное, опосредованно, он закисляет организм, вызывает воспаление, вызывает такие состояния с ЖКТ, как СИБР, синдром избыточного бактериального роста и синдром дырявого кишечника, а также разные дисбактериозные состояния. А эти состояния уменьшают усвоение, всасываемость питательных веществ из кишечника в кровь. Значит, кровь не доносит эти минералы до всех клеток и тканей организма, и там возникает их дефицит. Сахар разрушает сосуды, нарушает микроциркуляцию крови и лимфы, в том числе в зубах. Много щелочных минералов уходит на реакцию нейтрализации от повышенной кислотности в организме из-за окисляющих продуктов, в том числе из-за сахаров. А это расход и так дефицитных микро- и макроэлементов, а значит, разрушение костной ткани, тем более у современных людей есть дефицит витамина D3 и К2, и так мы получаем порочный круг, из которого можно выбраться корректировкой, изменением питания. А у меня было видео на эту тему, а что же тогда есть? И ссылку на это видео я тоже вам оставлю под этим видео, которое вы еще, я надеюсь, смотрите, как и на все то, о чем я говорил. Многие мои видео помогут вам все понять и осознать. И главное, восстановить организм, восстановить свое здоровье. Самый главный мой труд в этом смысле, это инфопродукт номер 22. Я тоже вам ссылку на него оставлю, зайдите и почитайте, о чем он, кто захочет, сможет уже тогда приобрести со знанием дела. И подпишитесь на мой канал, на рассылку, и послушайте две минуты, очень важной для вас, моей рекламы. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей, в любых странах мира. Слушайте, уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует YouTube. Мало ли что с YouTube будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.